Ну что ж, здравствуйте, друзья, меня зовут Алексей Печи, сегодня я на этом стриме буду не один, сегодня вместе со мной коллега мой Роман Цымбалюк, кстати, сразу призываю всех, всю свою аудиторию подписаться на его YouTube-канал, конечно, мы не сравнимся по количеству тех подписчиков, которые есть у Романа и есть у меня, но тем не менее, да. Сегодня будем говорить о Казахстане, во-первых, Роман, привет, рад тебя приветствовать. Алексей, привет, всех с Новым Годом, о Казахстане, конечно же, поговорим, но я думаю, что будет правильно начать наш стрим с того, чтобы призвать всех подписываться на украинских авторов, и когда эта беседа будет у меня на канале, там будет обязательно ссылочка на твой YouTube, он так и называется Алексей Печей, мир новости, политика и аналитика. И мы с Алексеем вообще-то познакомились в гримерке 24 канала, и многие Алексея знают именно по работе там, и в данном случае мы стопроцентные коллеги, поэтому, друзья мои, подписывайтесь, не стесняйтесь, это то минимальное, что вы можете сделать для обеспечения информационной безопасности нашей прекрасной страны. Ну что, про Казахстан? Да, про Казахстан, но я предлагаю сегодня, знаешь, не обсуждать все, как там все происходило, с чего начиналось, потому что, мне кажется, это уже обсудили миллион раз, и повторять опять это, наверное, не стоит. Я предлагаю немного более глобально и более геополитически обсудить всю эту ситуацию в Казахстане, как она повлияла на вообще отношения, если можно назвать их отношениями России с Западом. И вот я хотел бы зайти сразу немножечко с другой такой глобальной стороны, потому что завтра, то есть 10 января уже начнутся вот эти, этот раунд переговоров между Россией и НАТО. И, знаешь, раньше, вот в начале этого года, когда там начинались только протесты в Казахстане, ходили такие слухи, понятно, что запускали их, скорее всего, фейкометы какие-то, о том, что якобы НАТО готовы пойти немножечко на уступки Путину и, мягко говоря, так притормозить свое усиление на восточном фланге. Но вот после ситуации в Казахстане и в Госдепе и генсек НАТО Йен Столтенберг в принципе в один голос заявили о том, что как минимум два вопроса по безопасности в Европе с Путиным точно обсуждаться не будут. Это вопрос нерасширения, то есть Украину и Грузию точно ждут в НАТО, и вопрос неусиления позиций в Восточной Европе. Вообще Столтенберг вообще заявил о том, что мы усиливали и будем усиливать. Вообще не может быть в НАТО каких-то второсортных стран, имея в виду восточный фланг, что, мол, одни будут усиливаться, а восточный фланг, наоборот, будет ослабляться. Вот как ты думаешь, повлияла ли вот эта интервенция России в Казахстан вообще на позицию НАТО и США? Или все-таки это абсолютно две разных истории? Я убежден, что эти два трека, они не пересекаются. Понятно, что история с Казахстаном, она лишний раз Альянсу и нам продемонстрировала оперативные возможности российской армии. Что российские десанты, как выяснилось, они отправляются с одинаковой скоростью как в Украину убивать людей, так и в Казахстан. Потому что, сколько там, 75 самолетов вылетов они организовали фактически за сутки с момента принятия решений. И тут надо отдать должное российской армии. В этом плане, конечно, посмотрев именно на военные способности России, это все зафиксировали. И мы зафиксировали. А что касается истории с НАТО, ну, по сути, россияне, они, когда выдвигали свой вот этот безумный ультиматум, не расширяться, там, нет ракетам и все-все-все, они же прекрасно знали, какой будет ответ. И ответ такой, какой они получили, что вы не имеете права решать судьбу других государств. И никаких новых линий Гитлер-Сталин, смотри, точнее Путин, подписать в Европе и на Западе некому вместо Гитлера соответствующий документ. Всего этого не будет. То, что он говорит, Путин, вы нас обманули, это, не знаю, обратила ли это внимание, моя подруга Мария Захарова, она там как раз стенограммы закрытых переговоров выложила от 90-го года, который вел еще Горбачев, и там есть два раза идет речь о том, что не дюйма на восток. Только, единственное, мне хочется сказать, ребят, вообще-то там шла речь о Советском Союзе. Советский Союз и, а вы кто? Вы правоприемники? Ну, вы только правоприемники в том, что такие страны, как Украина, и не только Украина, отдали вам ядерное оружие. Во всех остальных вопросах, подождите, если вопрос уже так поставлен, то история 90-го года, она никоим образом не мог... Слушай, это вообще противоречит, в принципе, логике западного мира. Чтобы в 90-м году поделить мир автоматически на те же зоны влияния. Я думаю, нашим российским друзьям нужно задаться другим вопросом. Какого, извините, хрена вы приводите такую политику, что все страны, которые были под вашей пятой, все несутся в НАТО с максимальной скоростью. Может быть, дело не в НАТО, а дело в вас, наши дорогие дикие соседи. Мне, кстати, понравился кейс, немножко отойду от темы, кейс Финляндии, которая многие годы вообще-то и не стремилась в НАТО. И тут вдруг после этой ситуации вокруг Украины начинают появляться заявления из Финляндии о том, что почему бы нам в будущем и не вступить в этот альянс. То есть абсолютно ты прав по поводу того, что россиянам нужно задуматься, может, все-таки в них большая проблема. Тем не менее, ты уже сказал об этом, то, что с помощью вот этого введения войск Путин, по сути, продемонстрировал, что у него есть какая-то сила. И опять-таки, то, на что я обратил особое внимание, это то, что ОДКБ, вот это вот, оно-то сработало, по сути, впервые. Потому что до этого это был такой фасадный какой-то орган, который только обещал своим членам, что когда-то они там от чего-то могут защитить. Но сейчас он вроде как сработал. Здесь, конечно, остаются вопросы по поводу того, что никакой внешней агрессии против Казахстана не было. Ну, это, наверное, уже второй вопрос будет. Но, тем не менее, вот бытует такое мнение, что таким образом Путин как бы показал всему западному миру, что у него есть такой собственный аналог НАТО. Вот небольшое НАТО в лице ОДКБ. Поэтому давайте мы все-таки разделим мир на зоны влияния. Вот здесь, на постсоветском пространстве, я со своим ОДКБ буду решать проблемы, а вы на Западе со своим НАТО вот этим решаете проблемы. Опять-таки, как ты думаешь, вот это будут ли обращать внимание вообще на Западе на вот эти вот попытки Путина выставить ОДКБ как некий аналог НАТО, опять-таки, во время завтрашних переговоров? Попытки такие были, и они проводились всегда. Но только вот если мы вернемся к введению войск ОДКБ в Казахстан, давайте как-то нарастаем все по полочкам, назовем вещи своими именами. Нет никаких войск ОДКБ. Основная группировка – это российская армия. Это те же ДИАСНТ, о которых мы уже вспоминали. То, что Россия пытается, скажем так, ввести коллективную ответственность за действия в Казахстане, это понятно. Ну, кто там еще? Белорусы, еще Армения, еще Киргизия и Таджикистан. Ну, Казахстан, понятно, что он в свою страну войска не будет. Так, проанализируем военные потенциалы этих государств. Обратите внимание, что соседи Киргизстана, они очень-очень долго сомневались. У них там с первого попытки даже не прошло это решение через парламент о направлении войск в другую страну. В конечном итоге их россияне передавили для чего? Не потому что киргизы, при всем уважении к ним, там супервоины или еще что-то. Им нужен киргизский флаг. Точно такая же история с Таджикистаном и точно такая же история с белорусами, которых туда привезли, внимание, самолетами Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому вот эту вот фасадную историю, ну, мы просто понимаем, что российские оккупационные власти, они могут быть в разных обличьях. Они могут быть миротворцами от ДКБ, они могут быть отпускниками на Донбассе, они могут быть только что уволившимися и потерявшими головы или ноги на востоке Украины. Там, я всегда привожу тот пример, в 2014 году, когда война только начиналась, в историю людей, которые засветились, как раз из этой ульяновской бригады, вошел некто Николай Козлов, пацан, на то время ему было чуть больше 20 лет, который потерял ногу по самые яйца, извините за прямоту. Ну, так оно просто есть. То есть, получил серьезное ранение на востоке Украины. А перед этим этот парень фотографировался в Крыму, причем в форме Бергута. Ну, и вот эти вот, эти же ульяновские десантники, они теперь там. Поэтому, ну, какой же это, это просто, знаешь, это смена маскировки. Главное, что военная сила используется для достижения своих политических и геополитических задач. В данном случае превращение Такаева, ну, в какой-то аналог Лукашенко, который пролив кровь своего народа, становится, ну, у которого на внешней арене значительно меньше поля для маневров. Хотя с Казахстаном немножко другая история. Там Китай, это все-таки другой регион немножечко. Так что, ну, мне кажется, вот так. Да, но теперь еще возникает вопрос по поводу ответственности. Да, все мы понимаем, что внешней агрессии против Казахстана не было. И даже если смотреть вот этот устав ОДКБ, то, в принципе, ну, не может ОДКБ вводить войска в страну, где протесты проходят. Да, они, конечно, выдумали всю эту легенду о том, что 20 тысяч боевиков завезены из-за границы. А сначала это была просто история о том, что якобы 20 тысяч боевиков на Алматы напали. А теперь вот они уже перекручивают это в то, что извне 20 тысяч были завезены. И как-то этим оправдывают. Понятно, что, мне так кажется, привлечение там военных Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, это опять-таки вопрос расширения, ну, не знаю, ответственности, что ли. То есть теперь нельзя сказать, что только Россия. Нет, мы все вместе здесь. Да, сто процентов. Ну, то, что я сказал о том, что они вводят коллективную ответственность за эти действия. Смотри, еще один момент. Вот очень многие недоумевали, почему уже проходит несколько дней протестов. Уже начинает такая запускать эту репрессивную машину. Уже приглашают ОДКБ, а Запад как-то вот отмалчивается на все это. Какой-то вот яркой такой реакции на это все не было. Ну, кроме там заявления Блинкина, да, о том, что если русские вошли, то их потом тяжело выгнать. И призывы к тому, чтобы ОДКБ там не нарушало суверенитет Казахстана. Ну, понятно, что это все глупости. И вот накануне, наконец-то, Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС там каким-то образом готовы помочь Казахстану в наведении порядка. И опять-таки призвал ОДКБ уважать суверенитет этой страны. Возникает вполне логичный вопрос. Европейский Союз вообще сегодня способен хоть как-то повлиять на ситуацию в Казахстане? Будем откровенны, нет. И тут не надо удивляться, что реакция Запада, она такая, скажем так, может, кто-то скажет запоздалая, а кто-то скажет выверенная. Потому что, согласись, никто не ожидал, что может произойти такой взрыв. И вообще, по моему мнению, если там все суммировать, это же просто народный бунт, бессмысленный и беспощадный. У них, если на первом этапе где-то там в интернете какие-то политические требования были, то в конечном итоге все свелось просто грабежам и мародерству. Бунт, просто бунт людей. И тут важно просто украинской аудитории зафиксировать. Уважаемые друзья, вот мы любим там побитка, что вот в Украине все херово и так далее. Из постсоветских стран самым большим авторитетом в Украине пользовался до недавнего времени Александр Лукашенко. И тут вот, и Казахстан, в общем таком понимании, ну, успешная страна, нефть, газ, куча бабла, да? А тут бунт. Как же это так, что люди хватаются за оружие, сжигают машины и все остальное? Ну, может быть, просто мы об этой стране ничего не знаем? Как там живут на самом-то деле? Какие там доходы? Конечно, там ребята, которые управляют нефтегазовыми активами, они по покупательной способности могут посоревноваться с Миллером, ну, и ребятами из Роснефти. Но мы же говорим не о том чиновниках. Получается, что мы об этих странах мало понимаем их структуру. Поэтому эту историю просто надо использовать для того, чтобы не размышлять в категориях придет какой-то дядя, дядя Путин, например, и сделает нашу жизнь лучшее. Так не будет. Тот, кто сомневается, попробуйте поехать в Донецк и поживите там. Ну, тоже фанаты русского мира остались на свободной Украине, но ни одна падла почему-то на оккупированной территории ехать не собирается. Поэтому то, что они рассказывают, 20 тысяч человек напали, извне они приехали. Плюс они начинают, понимаешь, российская пропаганда такая тупая, и она берет просто своим потоком и многократным повторением. Там же версия номер один, что это афганские экстремисты, специалисты по оранжевым революциям. Следующее предложение, это делает Запад для того, чтобы ослабить Россию. Хочется спросить, где Запад, где афганские товарищи? Я не видел никогда, чтобы Запад каким-то образом пытался встроить Казахстан или другие среднеазиатские республики в какие-то союзы. То есть, то, что они там работают, там, soft power, все эти дела, это все понятно. Но таких стран много, но чтобы они работали в таком ключе, как с Молдовой, с Грузией, с Украиной, такого нет. И это понятно. Поэтому, заметь, если мы говорим о реакции Европейского Союза, она такая вроде как запоздалая. У нас же тоже, мы же тоже молчим. Так, на секундочку. И у нас, вот я в фейсбуке люблю там наших специалистов почитать, они говорят в Казахстане убивают людей. Это правда. А Зеленский катается на лыжах, что, мол, он должен был как-то отреагировать. А я так думаю, а чего вы хотите? По сути, точной информации нет, что там происходит. Ну, надо брать это. То есть, если мы с тобой, как люди, мы же не представляем государство, мы можем с тобой размышлять как угодно, мы можем ошибаться. Мы можем себе это позволить. А государство не может этого сделать. Поэтому, ну, значит, Зеленский, он частенько молчит, когда им надо бы что-то сказать. Но МИД у нас есть, который в части институциональной памяти все очень-очень у нас там хорошо. Они тоже молчат. Почему они молчат? Потому что нужно сохранить как минимум нейтральные отношения с Казахстаном, когда это все будет там зачищено. Опять же, скажем прямо, чем они там занимаются, это просто зачистка, убийство, я не знаю. Ну, здесь я не знаю, я, возможно, с тобой не соглашусь по поводу того, что ждать, пока все будет зачищено. У меня все-таки нет уверенности в том, что будет все точно зачищено и на этом все остановится. Потому что у меня все-таки есть мысли о том, что там может, может гипотетически начаться какая-то партизанская борьба с этими российскими оккупантами. И, возможно, это затянется на очень и очень долго. Но, знаешь, я хотел бы сейчас немножко другой момент вот с тобой обсудить. Ты сказал, да, что в Украине очень многие, в принципе, не поняли, что происходит. Там так же точно, как это было в Кыргызстане, многие не понимали, что происходит. Так же точно, как в Мьянме это все происходило, это понятно. Но здесь вот по поводу причин вот этого беспощадного бунта, я хочу тебе это озвучить в такую конспирологическую теорию. А ты вот как-то отреагируй на нее, твое мнение. Потому что вот эти ценовые протесты из-за цен на газ, по сути, в Казахстане, они же не в первый раз происходят. Да, они были какие-то более локальные, но все-таки вот эти протестные настроения из-за цен на газ, они уже происходили. И, в принципе, вот это повышение цены на газ в два раза, оно, скорее всего, было ожидаемо, что люди выйдут и начнут протестовать. И вот здесь есть конспирологическая теория о том, что, в принципе, Кремль с помощью Такаева, которому приписывают агентства ФСБ, они как бы понимали, что это все вспыхнет. И вот они тут придут, значит, спасать всю эту страну. Вот ты веришь в эту историю? Или все-таки это все было спонтанно и Россия просто успела молниеносно на это отреагировать? Я не сторонник подходов, что в Кремле живут люди умнее всех остальных. Вот честно тебе скажу, то, что они быстро реагируют и пользуются возможностями, чтобы вставить свой сапог в приоткрытую дверь, это факт. Ну, в данном случае, в виде российских десанток. Но, знаешь, вот с этими ценами, еще раз, Казахстан, это же угледобывающая страна, то есть страна-экспортер, нефть и газа, в основном, нефть и на китайский рынок. Ну, уран у них еще есть. Ну, уран, ну, из-за того, что вот уран это уже сложнее, там, масса всяких нюансов, скажем так, с этим, с МГТ и так далее. Насколько мне известно, они, у нас уран тоже есть, кстати, но мы же не производим ядерное топливо. У нас шахт, пожалуйста, в Кировоградской области. В этом плане Украина, кстати, тоже абсолютно самодостаточная страна. Поэтому, возможно, я бы, мое предположение строится немножко по-другому. Они настолько офигели, вот эти вот люди, которые размышляют категориями миллиардов долларов, что для них какого-то понимания того, что кто-то в их стране живет на 150 долларов и вкалывает с утра до вечера, как в этих провинциях, просто не доходит, какие могут быть последствия от этого. Возможно, кто-то думал, ну, побузят, ну, ничего, быстренько всех успокоим. А тут произошел, ну, просто социальный взрыв со всеми вытекающими последствиями. То есть, это первая часть, что, ну, просто не просчитали последствия. Не надо думать, что казахская власть не украинская или российская, или глупее. Ну, у них же, в принципе, в этих государствах, у которых дофига нефтегаза, они все равно стараются внутренний рынок подтянуть к мировому, чтобы... То есть, это правильный закон экономики, когда у тебя ресурсы, тогда у тебя, во-первых, не будет спекуляции на этом, что ты условно купил в Казахстане, границу пересек и заработал миллион миллионов на ровном месте. Вот. Но, мне кажется, интересная версия является то, что через вот эти вот беспорядки, через ОДКБ, Такаев становится полноценным султаном Казахстана, и наш султан Абишевич Назарбаев уходит действительно на заслуженную пенсию. Вот эта версия, возможно, что в рамках борьбы казахских кланов, что очень много людей, кто разбирается в Казахстане, кто не очень разбирается, говорят о том, что триггером стала цены на газ и внутривидовая борьба. Вот это, вполне возможно, оно просто, знаешь как, эффект авиакатастрофы, когда, если там девять факторов, все нормально, добавляется еще десятый, условно говоря, стюардесса в этот сложный момент турбулентности уронила чашку кофе на брюки командира самолета, и все пошло по одному месту, как бы. Вот тут может быть подобный подход. Интересное сравнение со стюардессой. Смотри, давай остановимся немножко подробнее на вот этой ситуации Назарбаев-Такаев. Я для зрителей напомню очень коротко, буквально два года прошло после того, как Назарбаев поставил, по сути, президентом Такаева, сам стал вот этим елбасы, да, таким отцом нации, и как бы таким образом, ну, как ему казалось на тот момент, он совершил вот этот фасадный транзит власти, сам ушел на покой, но все равно, в принципе, власть в его руках осталась. Как минимум он оставался главой Совета безопасности Республики Казахстан. За последние дни ситуация резко начала меняться, да, сначала появилась информация о том, что Назарбаев вообще сбежал из страны, сейчас появляется, что нет, он все-таки в Алматы. Потом напомню, что после требований... В Нур-Султане. В Нур-Султане, да, в Нур-Султане. Вот, опять-таки, после требований народа о том, что нужно правительство, значит, уволить, Такаев это все сделал, в принципе, уволил правительство, правда, единственный момент, сразу же расставил своих людей на ключевые позиции. И что самое для меня показательное было, это то, что он Назарбаева, по сути, подвинул даже с поста главы Совета безопасности Казахстана. Сейчас, конечно, пресс-секретарь Назарбаева заявляет о том, что он сам это сделал, Назарбаев якобы добровольно передал вот этот пост Такаеву. Но для меня все равно это выглядит как раз-таки как вот это столкновение двух кланов. И, по сути, Такаев, того, кто его поставил на пост президента, сейчас, я бы не говорил, отправляет на пенсию. Он его просто выбрасывает, как мне кажется, из большой вот этой казахской политики. И здесь возникает вопрос, что все это может значить для Путина. Значит ли это то, что вот те идеи, которые витали в Москве, что, мол, придет какой-то момент, когда и Путин станет таким себе елбасы российского народа, уйдет на пенсию, поставит там своего какого-то преемника? Значит ли вот эта ситуация в Казахстане, что, скорее всего, в ближайшие несколько лет вот этого транзита не будет? Что, посмотрев на ситуацию в Казахстане, Путин трижды подумает, а стоит ли ему ставить какого-то преемника, который потом может его, в принципе, сбросить? То, что версия, про которую ты сказал, про казахов имеет право на жизнь, надо смотреть еще на кадровые изменения. Там же очень массово отправили в отставку, а кого-то даже заключили под стражу и с командой Назарбаева. То есть это как раз говорит о том, что операция преемника накрылась медным тазом. И ты булаву или держишь, или не держишь, если мы используем, соответственно, нашу терминологию. По-моему, Путина этот вопрос мучит, наверное, последних много-много лет. Я бы на тему преемник, транзит российской власти, но не спешил в принципе размышлять. Я проработал сколько? 13 с хвостиком лет в Москве. Вот эти 13 лет, особенно на российские либералы, которых уже практически не осталось, они очень любили поговорить на тему транзита власти. Это такая была мантра, топ-тема «Россия без Путина», «Россия после Путина». И вот так вот он уже у руля российского государства 22 полных года, и в запасе у него еще 14 лет. Без внесения каких-то изменений в конституцию, вот так как они уже прописали сейчас, то есть до 24 года 2, и, соответственно, после этого 2 строка по 6 лет, 14 лет. Это такой большой срок, и с одной стороны Владимир Путин в этом году переходит в категорию людей, у которых пойдет 80-й десяток, но опять же мы на него смотрим, как он катается на коньках, падает и не рассыпается, а встает и дальше. Понятно, что Путин забивает больше всех шайб на своих всех хоккейных турнирах с Лукашенко. Понятно, что звезды российского хихоккея у них самая сложная задача. Как же это так играть, чтобы было царю интересно, и при этом чтобы он выиграл с крупным счетом. Но смысл в том, что вряд ли у Путина есть решение для себя, уйти совсем, или уйти, вот, типа, они же там размышляли, что они создают некий госсовет, будет какой-то новый орган, ну, короче, лидер нации, как у Азербайева. Ну, в принципе, и Лукашенко эту идею пытался продвинуть со своим вот этим всебелорусским народным собранием. Ты знаешь, Алексей, ну, согласись, в этих вот диктатурах, у них когда императоры, цари и султаны взрослеют, они всегда думают о каких-то реформах, о каких-то фасадных изменениях, в результате которых они остаются при власти. Абсолютно, да. Чисто, ну, профанация на самом-то деле. Поэтому, конечно, эта история Путину лишний раз напомнила, что верить никому нельзя, и даже Дмитрию Медведеву верить нельзя. И вот заметь, когда начинался этот кризис в Казахстане, кто больше всех ляпал языком из этой когорты? Это Александр Лукашенко. То есть он там и Украину возвращал в одну веру, и Ростанович Кимникова, и Запад у него там, да не знаю. Я единственное, чего не слышал, что это поляки и литовцы. Все это организовали. Ну, возможно, он так посмотрел, блин. Да не, ну они пока заняты белорусской границы. Ну, нельзя, нельзя им туда распылять. Да, ну вот, хотелось бы поляков о всем обвинить. Вот, то есть Александр Григорьевич очень много говорил. И господин Такаев выступал постоянно с публичными заявлениями. А кто молчал? Путин молчал и Назарбаев. И вот прошло время, от Назарбаева вышло, ну вот, его имени релиз, который он просто призывал всех сплотиться вокруг Такаева. А Путин, по-моему, ничего личное не сказал с тех пор. Поэтому мне так кажется, что посмотрев на вот этот расклад, Владимир Владимирович пошел в храм, в свой в бункере, еще зная свою любовь к людям, которые теряют неограниченную власть, он их обычно всегда к себе как-то прижимает, вспоминая нашего Виктора Федоровича, жителя города Сочи. Мне так кажется, там был такой разговор, что ты Назарбаева, ну, не трогаешь, физически не трогаешь, ты забираешь власть, Назарбаев доживает свой век там, где он хочет, такая вот договоренность, а дальше мы уже с тобой ведем общую политику под кураторством Кремля, на мировой арене и так далее. Мне кажется, вот эта версия, она ближе к всему. Ну, они, ты же, знаешь, Алексей, как они все очканули, когда увидели падающие памятники Назарбаева. Это вообще яркая картинка была, да. Для диктаторов это просто, я вот вспоминаю такое выступление на заседании Валдайского клуба, приехал к Путину такая, и президент Казахстана выступил с такой речью о том, что мы против ядерного оружия, мы за разоружение, мы за то, что за экономическое развитие, что ядерное оружие не самое главное на этой планете. И такой, знаешь, спич а-ля миру мир. И у Путина была только одна ремарка. Президент Ирака, как его, Саддам Хусейн, он так и сказал, да-да, Саддам Хусейн тоже так думал. То есть, понимаешь, у них вот эта вот тема, что, чтобы просидеть во власти десятилетия, ты представляешь, сколько людей они отправили на тот свет. Да. И они понимают, что никто ничего не забыл. И вот эта вот тема, как сохранить себя во власти, она, наверное, ключевая. И, короче, по-моему, все будет, будем ждать гонку на лафеток на Красной площади. Смотри, тогда возникает еще один вопрос. Вот если продолжать вот эту тему, вот не кажется ли тебе, что вся вот эта борьба за права диктаторов на всем постсоветском пространстве, которую ведет сейчас Путин, но она уж слишком далеко зашла, и просто придет какой-то момент, когда у Путина просто не останется ресурсов, чтобы это все поддерживать, и это тогда рухнет все вместе полностью. Все эти режимы, они одновременно начнут сыпаться. Почему я так говорю? Потому что сейчас, опять-таки, если заглянуть в Facebook украинский сегмент, то некоторые начинают высказывать такое мнение, что, мол, Казахстан может оказаться для Путина вторым Афганистаном. Уже сравнивают с тем, что как Советский Союз входил в Афганистан, тоже казалось, что буквально несколько дней, недели все закончится. В итоге затянулось на долгие-долгие годы. Сейчас мы видим, что даже вот сегодня утром еще одна очередная переброска войск российских в Алматы происходит, то есть увеличиваются там войска, и ситуация, ну, пока не успокаивается. Вот вероятно ли так, что наступит тот момент, когда, ну, просто Путин уже не сможет спасать всех этих диктаторов, и они же подтянут его на дно? Ты знаешь, если мы говорим о ресурсах российских, тут нужно определить, что мы подразумеваем. Если речь идет о бабле, то никаких проблем у России с баблом нет. Смотрим на цены на нефть, на газ, смотрим на российские золотовалютные резервы, которые продолжают расти. Это все говорит о том, что они не стеснены в материальных средствах. А если у тебя есть бабки, значит, у тебя есть возможность вести войны, и так далее, и так далее. Если мы говорим о ресурсе, которые заканчиваются, то вот это, наверное, жизненный цикл любого человека. Как ни странно, это касается и Лукашенко, и Назарбаева, и Путина, и нас всех кто это смотрит, потому что жизнь человека конечна. Сколько было прецедентов в истории, когда люди обладали колоссальной властью, но все равно они умирали. И я не согласен, что можно проводить параллели между Казахстаном и Афганистаном. Это глупость, если честно. Эти два примера, они нигде не пересекаются. Поэтому, если мы говорим о российской группировке, несколько тысяч они туда отправят, ну даже за 5 тысяч, они не являются определяющими. Не являются карательную операцию против казахов будет проводить в первую очередь казахская армия. Даже посмотри на видео, которое вот обрывки мы видим по социальным сетям. Кто стреляет? Казахи стреляют в казахов. Я не видел, по крайней мере пока, чтобы там кто-то с российского танка херачил по людям. В данном случае присутствие военное россиян, оно нужно для чего? Вообще-то в Среднюю Азию, если проанализировать, у них там время от времени возникают такие бунты подобного характера, которые просто топят в крови. И в Узбекистане такое было, в Таджикистане. И обычно западный мир, подумав, возбуждается Химана, Райтсвоча, Нистин, Нармешал, они говорят, мы же, ой, так не джажим просто братья из пулеметов, косить людей. И в этих деталях у диктаторов начинаются проблемы на работе. Их начинают всякие всяческие там, надо обкладывать санкциями, неуважением и так далее. А российская десантура, она как раз и нужна для того, чтобы сказать, ребята, работайте братья, как они любят говорить, в таких ситуациях. Мы, у вас, это даже не, военная помощь в данном случае, она не является определяющей с точки зрения там, наведения порядка. Может быть там, в части боеприпасов, еще что-то, амуниции, тут могут быть нюансы, какие-то поставки могут быть. А главное, главное, это показать, что под крышей России можно, ну, убивать. Знаешь, мы с тобой уже обсудили вопрос реакции НАТО и ЕС на эту всю ситуацию. Я предлагаю еще задеть все-таки вопрос более региональных игроков, это Китай и Турция, потому что, мне кажется, что вот этой интервенцией российской, они все-таки задели еще и некоторые интересы турков и китайцев, потому что, ну, если глобально там брать, то у Турции там есть свой проект, свои планы вот этого великого Турана, у Китая есть свой план, один пояс, один путь, вот этого нового шелкового пути и так далее. Ну, это такие глобальные, если более локальные, то все-таки там тот же Китай получает достаточно много энергоресурсов из Казахстана и если Россия там полностью поставит свое влияние, то, ну, наверное, придется теперь уже с Россией разговаривать по поводу поставок этих энергоресурсов. Как мы знаем, Эрдоган там тоже уже с Азербайджаном начинает какие-то переговоры по поводу Казахстана, еще непонятно, к чему они придут, но все-таки вот эти телодвижения начались. Вот, как ты думаешь, в итоге Китай и Турция, как они смогут отреагировать на всю эту ситуацию, вторжение вот этого российского в Казахстан? Я думаю, что Алексей Тационар должен согласиться. Мы не можем Китай назвать оригинальным игроком в данном случае, потому что по своей мощи эта страна значительно превосходит Россию во всех. Согласен. Согласен. В бобле и в вооруженных силах. Я смотрел, тоже кто-то сделал выжимки из турецких газет, и как раз опять же история про сообщающиеся сосуды, что для них усиление России в Казахстане это удар по национальным интересам, как раз по вот этому, по великой Турции, они же время от времени там тоже у нас ходят байки о том, что Кубань наш, так вот на российские территории в рамках международного права тоже масса желающих покуситься от того же Китая до той же пульцы. Я думаю, эта ситуация разрушится следующим образом, что все проекты международные, которые там есть, они будут сохранены. Посмотреть даже казахстанская власть, о чем они говорили, вот в первые дни были заявления такие, что мы обеспечили безопасность международных представительств и иностранных компаний. Там же очень много и западных контор, которые занимаются добычей полезных и ископаемых, ну, нефтью, газом, и током, там, у них как раз вся таблица Менделеева. И они отдельно акцентировали внимание на сохранении вот этих инвестиций. Поэтому я не думаю, что в результате этой операции в России появится право вета на ресурсы Казахстана, если честно. Но, тем не менее, отношения с турками и китайцами, они могут пошатнуться из-за Казахстана или нет? Видишь, если мы берем Россия-Турция, это состояние называется заклятие друзей или заклятие... Да, да, да. Видишь, они и торгуют одновременно, и воюют одновременно. Я думаю, что по количеству убитых российских военных после Украины Турция занимает почетное второе место. Однозначно. И, ну, безлине военных, а их там нет. Что, сколько свидетельств было, как Байрактары утюжили на российскую военную технику и в Сирии, и в Лииде, и в Нагорном Карабахе. То есть, у них вот этот клубок противоречий, он настолько большой, но при этом они и атомные станции строят, и турецкие потоки, и голубой поток, и куча-куча всего, и товарооборот между Россией и Турцией, он не сравнил товарооборот товарооборот от Украины и Турции. Но в данном случае то, что появилась новая точка противоречий в Казахстане между Россией и Турцией, ну, опять же, скажем прямо, нам это плюс. То есть, я бы не сказал, что есть какие-то, ну, скажем так, варианты того, что турки откажутся от сотрудничества с вами, с нами, нет, 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 у нас как раз все цветет и пахнет. Но в конечном итоге это просто сейчас говорит о том, что военно-техническая сотрудничество с Украиной, оно должно быть усилено по многим позициям, потому что, а, это выгодно туркам, выгодно нам, совместные проекты, совместные корабли, вот, я вот иногда смотрю, как все изменилось. Смотри, 8 лет назад мы все делали с россиянами, да, а теперь у нас если речь идет о ударных беспилотниках, наши двигатели, их идеи, а двигатель это очень важная штука, то есть, ну, украина мировой лидер. Это мы о Байрактарах сейчас. Даже не о Байрактарах, а компания Байрактар, но, по-моему, они называются Акинчи, это беспилотники большего класса, которые там могут барражировать там около суток, ну, короче, оружие чуть ли оперативно-стратегического уровня, который там и забирается и повыше, и так далее, и так далее, плюс у нас есть еще такая тема, нам же турки строят корветы, Насколько я понял, двигатель будет зарям аж проект, то есть, двигатель будет наш, и вполне возможно, если, ну, создается продукт, совместный корабль, да, или именно эти будут под украинским флагом, то вполне возможно, что турки скажут, ребят, а вот мы знаем, что Индия частенько заказывают у россиян военный флот, который обеспечивается украинскими двигателями, и тут наши турецкие друзья летят в Индию и говорят, ребят, вы эксплуатируете вот эти двигательные установки, так вот мы, мы уже с ними работаем, с украинцами, давайте, и вас еще на этих кораблях и будут ударные беспилотники в том числе, то есть, все к тому, что вот эта вот тема, она, мы тут, вот этот вот противоречие в Казахстане, оно ведет к тому, что идет, как бы, позиционирование государств на планете четче, и в данном случае, ну, если мы говорим о турках, то 100% это пойдет на пользу. Так, мы с тобой уже говорим почти 45 минут, поэтому предлагаю сейчас последний вопрос, наверное, и я хочу все-таки закончить вопросом именно украинским, почему, потому что, если ты вспомнишь, в начале, в середине всех этих событий в Казахстане, в Украине очень многие обрадовались и сказали, ну, все, фух, пора выдохнуть, потому что на какое-то время Путин от нас отстанет, он полностью переключится на Казахстан, и нам можно немножечко на какое-то время успокоиться, но, тем не менее, мы не видим абсолютно никакого сокращения концентрации войск на наших границах, в США опять повторяют о том, что, вероятно, все-таки это атака, и более того, то, что меня поразило, я вот даже процитирую Генсека НАТО, Йенса Столтенберга, который, по сути, заявил, что они готовы к тому, что вот эти переговоры 10 января с Россией, они могут сорваться, и они готовятся уже к последующим сценариям, я вот процитирую, и потом тебе вопрос будет. Столтенберг говорит, я не буду вдаваться в точные цифры того, сколько войск мы можем перебросить, куда и когда, но я скажу, что у нас есть значительные возможности, есть войска, у нас есть силы, у нас есть готовность, есть планы, чтобы иметь возможность защищать всех союзников, и мы постоянно адаптируемся, а также фактически инвестируем сейчас больше, чем мы делали в течение многих лет в модернизацию наших военных возможностей, чтобы убедиться, что мы сохраняем мир в Европе. И вот, исходя из вот этой цитаты, у меня возникает вот вопрос, вот твое мнение хочется услышать. Говорит ли это о том, что НАТО все-таки готовы к тому, что эти переговоры действительно сорвутся, и они готовы усиливать не только восточный фланг, но еще больше Украину, и говорит ли это о том, что нам все-таки точно не стоит расслабляться? Точно не стоит расслабляться. Россия – это глобальный игрок, и они могут играть одновременно на нескольких шахматных досках. Давай вспомним историю, допустим, с Белоруссией. Это каким-то образом ослабило напряжение на линии фронта на Донбассе? Нет. И сейчас будет точно так же. Тем более, я все-таки исхожу из того, что мое предположение, что в Казахстане ситуацию стабилизируют очень быстро. И как только они это сделают, вся мощь российского и агитпропа российских информационных войск и, соответственно, российской дипломатии и политики, они будут направлены против нас, против Украины. Для них основа внешней и внутренней политики это борьба с НАТО. И Казахстану тут эту тему ты не перебьешь. Поэтому порох нужно держать сухим и Зеленскому, и любому другому верховному главнокомандующему, который будет занимать эту должность после и, соответственно, занимал ДО. То есть тут любая слабость нашей стороны она может обойтись еще дороже, чем в 2014 году. А сам факт готовности Украины защищаться, он самый главный рычаг. То есть если бы Украина не готова была бы защищаться, не было бы этих размышлений на тему, а не поставить ли Украине на всякий случай патриоты ракетные комплексы не поставят ли кроме дживелинов стингеры для российских вертолетов. Американский стингер в руках украинского солдата для российских вертолетов если они потеряются. они же теряются у нас. А позиция НАТО это когда у нас 7 ноября он уже был такой онлайн-саммит на эту тему. и они сформировали единую позицию на самом деле. То есть все прекрасно понимают что то что выводил на стол переговоров Путина он именно он вывалил такую кучу большую потом взял не знаю там что там лопатку и всех начала бросать в говно а потом еще стол перевернул и сказал ну что соглашайтесь на мои условия то есть давай еще раз вспомним чего он потребовал он потребовал нет вопрос не только включение Украины в НАТО да уйти из восточной Европы я бы даже сказал уйти из Европы вообще уйти из Европы то есть там например никаких прекрасных американских гостей в Черном море никакого ядерного оружия американского в Европе ну короче заранее невыполнимые требования и соответственно все это послушав посмотрев это они приходят к выводу что да договориться нам не удастся но будем договариваться вот эту позицию кстати запада она же всегда одинаковая мы иногда критикуем их за то что вот они там высказывают за непокой глубокий еще там что-то но мне кажется с россиянами как обладателями ядерной бомбы они всегда так будут действовать за диалог но при этом поддержка Украины она будет усилиться и продолжаться ну и самое главное еще раз НАТО Штаты Йенс Толтербинг это конечно хорошо у нас спасибо Оле Скобеевой и компании благодаря им у нас исторический рекорд в части поддержки НАТО вступление Украины НАТО это же это же это же не только ты и я это миллионы людей миллионы граждан Украины которые посмотрели что видеть нахер со своим русским миром мы конечно кстати там уже 60 с чем почти 70% населения это рекордные показатели даже такие люди как мы с тобой русскоязычные думаю и Украина может даже так справа у нас тут с этим вообще нет никаких вопросов просто ну страна двухязычная ты с этим ничего не сделаешь но смысл в том что даже если это только русскоязычная это же не значит что ты идиот и ты не значит что ты хочешь чтобы пришли орки на российские пытали грабили убивали вешали вешать на фонарях это же это же цитата вице-спикера Госдумы от Единой России Петра Толстого так на секундочку в отношении в отношении украинцев плюс почему я всегда говорю что вся российская пропаганда она направлена на что на что чтобы убедить нас что мы не субъект это не так еще раз рекордный показатель не только поддержки НАТО рекордный показатель людей которые готовы с оружием в руках защищать родину под кивщину нашу Украину это не про название партии сколько там 30 процентов с оружием в руках 20 готовы оказывать акции гражданского понавимения ну в общем бороться понятно что все не могут взять автоматы и в этом наверное нет необходимости это тоже рекордный показатель то есть кто-то скажет ааа половина из вас разбежится и уедет в Польшу или в Россию на заработки ну кто-то уедет кто-то уже ехал кто-то вернется ну 20-30 процентов с оружием в руках это это десятки миллионов людей верни внимание вопрос уважаемые россияне вы что думаете мы не знаем как будет то есть если вопрос станет в такую плоскость я знаю чему нас научили россиянищить от 19-го года если уже ты на линии фронта если ты видишь россиянина с оружием в руках в прицел то стреляй первый если ты этого не сделаешь он просто тебя убьет и это все понимают все это понимают поэтому уважаемые граждане россии вы уже разозлили нас вы уже взбесили украинского зверя имейте ввиду что есть шанс остаться на тех же позициях на которых мы сейчас находимся это при том что в время Донбасса мы никогда не забудем и не простим да вот я обратился к россиянам я к украинцам я кто кажуть сберегай моспоки а лет чистым укулеметы Роман спасибо тебе за то что ты присоединился к моему эфиру да я надеюсь он появится у тебя на канале зрителям напомню Роман Цымбалюк мой коллега-журналист был вместе со мной и я очень надеюсь на то что мы вот вместе смогли где-то разложить по полочкам все то что происходит вокруг нас в частности то что касается Казахстана и то как вообще все это влияет или не влияет на большие геополитические процессы я призываю всех вас вы в комментариях напишите пожалуйста вот прямо с чем вы согласны с нами с Романом со мной с чем вы не согласны абсолютно и вот я предлагаю там уже продолжить нашу с вами дискуссию имею ввиду Алексея Печая мою с вами зрителями поэтому Роман спасибо тебе большое Алексей извини все таки в рамках проекта развития украинского ютюба еще раз призываю всех подписаться на канал Алексея Алексей Печей ссылочка будет у меня в описании в оглавлении потому что мне кажется что один из крутейших специалистов по международной политике в нашей стране и вот мне всегда нравится общаться с людьми надо и с одни посопонентами конечно общаться но в общем главное в этом деле если мы украинцы смотрите на мир из высоты киевских холмов поэтому на канал Алексея Печая пи-пи-суи-тайся то же самое и на Романа Цимбулика тоже подписывайтесь все Роман спасибо тебе большое я надеюсь это не последний наш диалог и еще встретимся